здравствуйте мои дорогие водолеи с вами евгения 2 сайт mag expert.org сегодня вашему вниманию предлагаю гороскоп 2 на апрель 2020 года буду гадать как всегда на три основные сферы жизни первое это у нас будет любовь то есть тема отношений вторая карта будет рассказывать про работу а третья карта про здоровье да кстати если вы вдруг увидите здесь ползущего паучка по шторе а не пугайтесь и он тут уже давно ползает и я за ним уже давно наблюдаю на протяжении всех знаков зодиака будет очень весело если он вообще вот здесь где-нибудь возьмет да спустится ну прям картина будет маслом евгения таро такая чисто гадалка да и паучок на паутинке спускается будет очень весело так ну ладно говорят что увидеть паучка это в общем хорошим новостям мы проверим проверим эту примету сейчас на деле итак шутки шутками давайте приступать к работе карты я уже заранее перетасовала подготовила гаданию поэтому наша задача их сейчас только достать посмотреть какие арканы выпали на каждую позицию я сразу дам более краткую характеристику а потом мы про каждую карту поговорим подробнее хорошо итак поехали первая карта личная жизнь и шестерка мечей между каплями дождя как я иногда называю эту карту в общем нужно лавировать лавировать в итоге вы достигните поставленную перед вами цель давайте посмотрим вторую карту эта работа здесь повешенный повешенный говорит о том что застой какой-то определенный застой здесь будет ну и давайте посмотрим здоровье но со здоровьем все хорошо должно быть туз жезлов выпало это карта обещает крепкое здоровье выздоровление если вы вдруг захворали и плохо себя чувствуете этот аркан неплохой но теперь давайте о каждой карте поговорим подробнее как я и обещала шестерка мечей из масти мечей пожалуй одна из самых удачных карт потому что я эту карту в принципе называю семейная лодка и видеть эту карту в теме личных отношений в принципе неплохо неплохо правда есть и свои особенности этого аркана не все так просто с этой картой тем не менее вот давайте порассуждать итак если вы только в поиске что же вам делать стоит ли вкладывать какие-то усилия как-то суетиться каковы ваши шансы шансы я так скажу довольно хорошие особенно если вы не сидите ровно на попе а предпринимаете какую-то активность проявляете инициативу и идете на абордаж кроме того если у вас есть своя какая-то четкая стратегия и вы придерживаетесь своей тактики тогда вопросов к вам я не имею шансы у вас просто велики да еще шестерка мечей это карта дальней дороги соответственно для поисков своей второй половины где-нибудь далеко за 3 9 земель за морем за океаном это очень может быть неплохая идея вообще знакомство в пути знакомство в дороге очень даже возможно вот кстати машина сигналит у меня за окном и подтверждает правдивость моих слов таким образом если вы уже состоите в отношениях что для вас может обозначать шестерка мечей я так говорю между каплями дождя до нужно лавировать потому что вообще-то изначальное название этого аркана бег свои зоны конфликта стало быть вот этих всяких напряженных ситуаций конфликтов выяснений отношений надо тщательнейшим образом избегать то есть тут нужно помнить о том что вы как бы в одной подводной лодке плывете да и нечего эту лодку раскачивать иначе из этой лодки кто-то может выпасть и действительно если ваши отношения превращаются в поле в битвы кто-то может убежать то бишь дезертировать особенно если учитывая то что сразу после шестерки у нас идет семерка мечей в линии логической развития масти и на семерке мечей как раз этот дезертируходящих сама волочку и изображен поэтому осторожнее осторожнее и конфликтных ситуаций избегаем и не создаем но если вдруг у вас возникла идея сбежать из отношений уехать куда-то я не знаю надуть паруса и скрыться из виду за горизонтом то может быть и пришло время это сделать помните только о том что все что не делается делается к лучшему ну а если конечно не планируете раскачивать лодку и хотите достичь успеха в ваших отношениях и чтобы ваша личная жизнь была гармоничной тогда рекомендовано вместе куда-нибудь попутешествовать что касается тех людей которые уже в браке ну шестерка мечей может обозначать рождение детей например то есть появление третьего человека в ваших отношениях но появление третьего человека может подразумевать еще кое-какие варианты да как вы понимаете но я надеюсь что все-таки речь идет о пополнении в семействе и в принципе для женатых и замужних людей будут в общем-то справедливы все те же трактовки которые я давала чуть ранее то есть не раскачиваете лодку помните о том что бежать вам друга друга никуда а если есть куда то как бы заранее планируйте вообще конечно если хотите укрепить свой союз то лучше разработайте какую-то совместную для семьи стратегию чего вы вообще хотите в жизни добиться разработайте план действий и постепенно потихонечку двигайтесь к намеченной цели общие цели на будущее вас только объединят и ваша семья будет очень сплоченной командой теперь давайте поговорим о повешенном который выпал в сфере работы карьеры и денег это старший аркан он подчеркивает важность и значимость этой позиции в раскладе соответственно на работу нужно обратить особое внимание а повешенные это прежде всего застой который возможно уже затянулся изрядно и это особенно может быть неприятно если вы сейчас только в поиске своей работы находитесь так как повешенные это все-таки отказы это неудача это какие-то потери и эта карта обозначает долги ну и чем дольше вы ищете работу тем больше становятся ваши долги если вы уже работаете и вам выпала эта карта то скорее всего просто кризис либо ваше положение на рабочем месте какой-то очень неопределенная я бы так сказала под большим большим вопросом но я бы еще охарактеризовала повешенного в этой сфере как зависимое положение повешенный висит зависает значит зависим вот это зависимое положение в общем что-то может вас очень не радовать в положении вещей если говорить о деньгах то как правило повешенный в принципе обозначает убытки потери долги задолженности кредиты соответственно нежелательно самим брать в долг в этот период ну и давать деньги в долг кому-то тоже не стоит так если у вас свой собственный бизнес то повешенный естественно говорит о том что ситуация на рынке затянулась в точке неизвестности какой-то неопределенности но я бы сказала что этот бизнес скорее мертв чем жив долгов и убытков может быть больше чем прибыли есть правда ряд профессий для которых все-таки повешенный картам может быть весьма весьма позитивно я заметила такую особенность что это телеведущие или вообще люди которые работают с микрофонами для работников колл-центров тоже эта карта кстати неплохая для коллекторов которые выбивают деньги до требуют и взыскают или взыскивают правильнее сказать долги но и для благотворительных организаций карта тоже неплохая а еще добавлю что когда выпадает этот аркан вам на ситуацию в работе и с деньгами нужно посмотреть под кардинально другим углом зрения и что-то нужно перевернуть с ног на голову тогда дела пойдут лучше а так вообще это еще и карта лени и самый большой камень преткновения в вашем развитии это ваша собственная лень почему-то при виде этой карты на ум приходит фраза держать хвост пистолетом или быть огурчиком вообще на самом деле туз жезлов это символ жизненной силы это символ энергии если вам эта карта выпала в теме здоровья то чувствовать вы себя будете бодрячком ну а держаться молодцом если перед вами стоит задача размножения то естественно туз жезлов это символ зачатия новой жизни то есть время для зачатия ребенка благоприятное ну а для поддержания хорошего самочувствия и крепкого здоровья по тузу жезлов рекомендуется занятия спортом есть конечно в этой карте и слабые места на которые в своем организме нужно обратить особое внимание целом речь идет об опорно-двигательном аппарате а именно о позвоночнике также о высоком давлении если вы страдаете высоким давлением то тут как говорится держите руку на пульсе и вовремя предпринимайте меры по его снижению также эта карта может показывать высокую температуру жар в теле что часто является свидетельством воспалительных процессов в организме так что заранее запаситесь противовоспалительными средствами ну а поскольку эта карта еще является фаллическим символом то мужчинам в особенности нужно обратить внимание на свое мужское здоровье ну а вообще можно сказать так что активная интимная жизнь благоприятно для хорошего самочувствия в общем это дело нужно для здоровья но во всем знайте меру так как слишком активная интимная жизнь может как раз таки наоборот лишить вас сил энергии а соответственно истощать ваше здоровье так что все хорошо но в меру ну что ж благодарю вас за внимание спасибо вам за просмотр я надеюсь встретимся с вами в следующем видео сюжете ну а пока пока будьте счастливы всем удачи и будьте здоровы